здравствуйте друзья я некоторое время назад у меня когда внучка моя в детском садике у них там сцена театр они там ставили постановки и я собственно вот эту бессмертную вещь под названием дюймовочка я собственно и раньше знал что есть такое но как-то тут вдруг вот эта живая постановка вызвала во мне просто знаете какой-то взрыв на тот момент эмоций потому что я вдруг увидел что дюймовочка это произведение с невероятно насыщенным таким иммиграционным содержанием казалось бы что что в общем между иммиграцией значит и иди овачка а я вам расскажу дюймовочка если вы помните по содержанию в какой-то момент оказывается на проживании у крота и живет у крота в норе там все все хорошо и когда она ухаживает за ласточкой она там ее значит отмораживает там откармливает залечивать и ласточка говорит ей давай ведь полетишь со мной в теплые страны чем тут под землей в нареда и лапе дюймовочка ему говорит да мне хорошо у крота будет она комфорт зону вот этого до зона комфорт нет хорошо сытно тепло ну что и от добра добра то искать и это дилемма невероятная вот связанная с эмиграцией пойти вот есть люди которые к нам хорошо относятся крот относился хорошо к дюймовочке даже жениться вот на ней хотел и вы можете сказать боже страшный уродливый крот это он вам страшный и уродливый а себе он золотой и пушистый если вы думаете что он вот там какой-то страшный и уродливый то вопрос а почему у него полная нора там зерна и всяких можно сказать материальных благ а вот у вас таких умных и красивых нифига нету в жизни понимаете он не такой вот этот вот крот уж плохой как может показаться он хороший он добрый он к ней относится вот так же как родственники ваши играть куда ты едешь там же обама там же вообще президент африканец там я не знаю вулкан сейчас рванет доллар упадет часто вообще что-то и вот вот это все добрые люди которые вас любят так же как крот любил эту самую дюймовочку но там получилась такая история он ее перелюбил немножко то есть он ее начал домогаться на предмет женитьбы и это конечно уже не то же самое что например просто так хорошо относиться девочки и она в итоге срывается с ласточкой убегая от сексуальных домогательств можно так сказать и дальше чудесным образом она прилетает и тут же находится эльф понимаете эльф который любовь морковь там все дела и она уже адапты и он такой же она она такая же как эти эльфы пойти и она уже оказывается в своей среде и у нее но все но вся жизнь искать сделанная и все потому что она может быть успешной эмиграции это история дюймовочки эта история успешной эмиграции с помощью ласточки через добро вот ты делаешь добро люди которым ты делаешь добро они тебя потом забрасывать в эмиграцию вот это был путь дюймовочки так что друзья если кто из нас дюймовочку давно не перечитывал перечитайте вот увидите там этот смысл эмиграционные то есть я не думаю что автор именно это вкладывал но на самом но поскольку автор был гениальным писателем то он как бы вот и ответил на многие вопросы волнующие не только современников но и нас вот спустя там пару сотен лет тоже вот такая интересная вещь счастливо